Так, ну что, всем привет, ролик по поводу EPLUS. Соответственно, XRP у нас добавился, кстати, в сети Clayton, чтобы вы понимали. До этого его не было в этой сети, и, как вы наблюдаете, XRP продолжает стоять накоплений. И, если кто забыл, да, якобы американский регулятор закрытель XRP, но я напоминаю, что самые большие объемы, давайте глянем на Coinbase, на Kraken, там, то есть две американские биржи из США, также есть на Bit, а это биржа южнокорейская, скорее всего, тоже холдит и холдит, да, я показывал на XRP, скорее всего, это все дело на Bitfinex есть, там только крипто. Binance US имеется, то есть никто ничего не делит. Но если перейти на тот же BSC SCAN и нажать холдеров, 347 тысяч холдеров, ребята, вдумайтесь, и Binance держит, Binance держит здесь на 32,5 миллиона, еще на 10,5, то есть суммарно это выходит где-то 43, 43 ляма, чтобы вы понимали, 43 ляма, то есть, ну, даже если округлить 50 лямов, держит Binance, в сети Binance Smart Chain, совпадение, да, и главный холдер, как же так, да, а многие же говорят SCAM, ну, наверное, SCAM держит, деньги некуда девать. Так вот, по поводу XRP, в последнее время на англоязычных изданиях его начали активно форсить, 3 недели назад, 2 недели назад, видите, вот, смотрите, неделю назад, 6 дней назад, 7 дней, 5 дней, 3 дня, 2 дня, 2 дня, видите, постоянно форсят XRP, начинают его продвигать, и активность достаточно недавно началась, насколько я помню, то есть, ну, буквально там вот последние месяцы, начиная с весны, видите, вот, 2 месяца назад там начали форсить его и так далее, поэтому и начали рассказывать, что вот будет ниже, будет ниже, не надо покупать там и так далее, ну, давайте посмотрим, 3 месяца назад, 3 месяца назад, и видите, по чуть-чуть, по чуть-чуть вот так вот новости подливали, то есть, опять же-таки, прорвало линию тренда там и так далее, вот, давайте посмотрим, 3 месяца назад, и вот начали последние месяцы, вот, с начала этого года активно его продвигать и говорить, что, ребята, не надо, надо там ждать ниже, суть не закончится, вот там все хана ему там и так далее, но по факту, вы понимаете, естественно, был хейт, и киты накопили там 360 миллионов, то есть киты продолжают копить, несмотря на то, что у нас там якобы там то что-то какие-то там взломы кошельков, то там якобы там что-то переместили монеты, то там разблоки, ребят, это все полная фигня, поэтому не надо обращать на это внимание, видите, до этого редко новости бывали там 5 месяцев назад, 6 месяцев назад, а сейчас прям каждый день начали хуярить, и явно это не просто так, и очевидно, я думаю, это все не случайно, и с той целью, чтобы XRP наоборот возвысить, и потом его продвигать, когда он будет расти, вот лучшие прогнозы, XRP достигнет у нас 200-400 тысяч долларов, ну и в принципе, это, конечно же, у нас сравнивает контраст типа на базе Solana, да, что якобы то же самое можешь показать по X-ам, ну и прогноз то, что Java Marks говорит одно из наблюдений 200 долларов, и получается к концу значимая модель асимметричного треугольника может выстрелить, и также прогнозы еще от EGR, который говорит у нас, что в принципе может переписать как минимум 4 доллара high 2018 года, но и достигнуть в принципе у нас хотя бы 40 баксов, ну и на данном этапе банкира Citigroup у нас говорит, что может достигнуть 100-500 долларов, и получается на усилиях трансграничных платежей, ну и смелый прогноз, получается аналитик BXC, Джек Зариплер говорит, что может достигнуть у нас чуть ли не 200 тысяч процентов, это 1000 долларов, да, и как вы понимаете, также еще может повести исторический рост криптовалют, ну и после того, как биткоин типа пойдет выше в рост, то и в течение тысячи, в течение 10 лет может достигнуть у нас получается личное богатство, ну и так понимаю, капа 400 триллионов, и получается 1000 долларов. Ну, кто-то скажет, что это нереально, ну, ребят, капа это все искусственная циферка, поэтому похер, она может быть хоть 4 миллиарда триллионов, вообще пофигу, и больше, чем у всего крипторынка вместе взятого, поэтому это всего лишь циферка, вот, и даже если капа будет выше, чем у биткоина, они биткоин не сместят, потому что это не реальные деньги, а лишь нарисованные, да, циферки. Coreum на основе XRP Ledger обеспечивает листинг на латиноамериканской бирже Bit.me, поэтому, как вы понимаете, тот же Coreum имеет место быть, я за него постоянно забываю сказать, что можно его также прикупить, пока он еще не улетел, и здесь, как вы наблюдаете, накопление находится у нас где-то около 5 месяцев, и, в принципе, сейчас скидка происходит где-то около 60%, ой, 70% даже, поэтому можно взять на дне, и данная монета в потенциале может показать, ну, 10x самая минимальная, поэтому если вот открыть, допустим, на CoinMarketCap, ради интереса, да, то, как вы понимаете, давайте посмотрим на нее, вот эта монета Coreum, да, и, как вы понимаете, также есть она у нас сети XRP Ledger, то есть на базе данной сети сделан данный проект, и, как вы наблюдаете, есть на Мексике, Тайон, ну, как бы крупная биржа пока не залистили, но это пока, видите, вот такой вот график, то есть ни хера она не показывала, это, наоборот, свидетельствует о том, что данную монету можно и нужно набирать, поэтому на данном этапе, да, это сверхвысокий риск, да, может быть и скам, но, как мы понимаем, что, в принципе, я не думаю, что то, что на XRP Ledger будет скамиться, Apple делает большую ставку на Японию, и открыла роль B2B, это бизнес, да, говорит вице-президент Еми Йосики Акава, вот, ну, и, как вы понимаете, что на данном этапе ищет экспертов, у нас бизнес-то бизнес-содействие внедрению XRP Ledger в Японии, ну, и, в принципе, если переводить, то, как она сказала, что это заявление выступило, и это на шанс принять участие в развитии бизнеса Web 3.0 и быстро развивающаяся среди, ну, и японский тяжеловес, также себя и VC-трейд присоединяется к XRP Ledger в качестве валидатора, но это мы тоже уже слышали, поэтому такие вот делы, ну, и по поводу XRP, стоит ли сейчас покупать, давайте попробуем, посмотрим, доминация у нас, в принципе, держится на одном уровне, это, наоборот, отлично, Stellar, XLM у нас валится, XRP на одном месте, ничего не произошло, XRP Hells Care, да, который я восхваляю, да, и, в принципе, думаю, что он будет тоже расти, как вы наблюдаете, тоже пока что ничего, также есть у нас XRP C, как вы помните, XRP Classic, тоже можно его приобрести, пока он еще не улетел и дается скидка, вот, поэтому такие мысли, такие дела, и давайте по-багому глянем еще две монетки, это у нас Salagenic, можно купить, видите, его выкупают, поэтому здесь потенциал тоже имеется, Sunbird, есть у нас такая монета, я думаю, многие слышали, может быть, знают заданную монету, и также есть еще монета Flare FLR, да, я думаю, тоже многие стейкают ее, и, как вы наблюдаете, сейчас ее тоже можно приобрести по скидке в те же там 40%, но если от High, то 50%, поэтому потенциал здесь хода даже с текущих, я думаю, где-то около, там, 50x можно будет забрать, поэтому такие мысли, такие дела, всем удачи, всем пока!